Когда вы собираетесь заниматься со щенком, я настоятельно рекомендую заранее приготовить лакомство, чтобы вам за ним не вставать и не нарушать процесс. Заниматься подготовительной работой по аппортировке надо тогда начинать, когда щенок уже выполняет основные команды по общему курсу дрессировки. То есть, например, знает команду сидеть, команду ко мне и выполняет их достаточно чётко. Для того, чтобы щенка заинтересовать, нужно сначала дать ему поощрение понюхать, чтобы собака понимала, что она сейчас будет работать. В качестве предмета аппортировки для начала я использую вот такой небольшой предмет. Он размером примерно с тушку бекаса. Не особо возбуждает собаку, потому что это игрушка. И вот сейчас я вам продемонстрирую, как надо учить щенка держать предмет в пасте, не жуя. Как этого добиться? Потому что очень многие жалуются, что никак не получается. Щенок всё время жуёт, плюёт, кидает. А если начинать последовательное обучение о портировке, то есть с конца по методике «возьми, держи, дай», то, как правило, ни у кого этого не получается. Щенок ёрзает, жуёт, щенок постоянно бросает предмет. И как только попытаешься его принудить, держать его, не жевать и ожидать последующей команды. Итак, щенок заинтересован и едой, и предметом, и аппортировкой. Сип. Хорошо. А теперь смотрите внимательно. Возьми. Держи. 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 Как только щенок остановился, только после этого вы даёте команду «дай», финальную команду. И обязательно поощряйте вакуумство. Заниматься этим лучше сидя, а не стоя. И вам удобнее, и щенку ближе к вашим глазам. То есть контакт получается для щенка доходчивее, яснее. Сид. Молодец. Возьми. Держи. Держи. Нет. Держи. 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 Молодец. Хорошо. Умница. Браво. На данный момент гордарике три с половиной месяца. Ну, неделю мы с ней занимаемся. И, конечно, собаке очень более чем уравновешенная психика. Благодаря этому результаты в аппортировке неплохие. Давайте попробуем второе упражнение с собакой. Сид. Даун. Жди. Молодец. Сид. Даун. Место. Жди. Жди. Молодец. Хорошо. Хорошо. Молодец. Умница. Дай-ка. Падай. Подай. Падай. Собака отдает в руки, но пока еще без фиксированной подачи. То есть собака должна сесть, удержать предмет и дождаться команды «дай» в идеале. Молодец, хорошо. Подай. Смотрите, как это делается. Сид. Сид. Держи. Держи. Дай. Хорошо. Постепенно собака выучит этот алгоритм и будет автоматически садиться и дожидаться команды. Каждый раз, когда вы занимаетесь аппортировкой, если вы предложили собаке еще упражнение по подаче, обязательно закончите все равно ее упражнением «возьми, держи, дай». Во-первых, это успокаивает собаку и делает занятие законченным. «Возьми, держи, дай, дай, хорошо, молодец, хорошо, умница девочка, молодец, толковый зверек, толковый, молодец, самая золотая моя, замечательная собака, молодец, хорошо». Спасибо. 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 Спасибо.